Добрый день, мои дорогие гости, подписчики. Я рад приветствовать вас на своем канале. Давно я ничего не записывал, так как я ушел из дальнобоя, уволился с этой компанией. Ушел я с этой компанией, потому как компания, как оказалось, та же секта, говеная. И, собственно говоря, работать там можно, но я не знаю, у кого-то получается, у кого-то нет. Смысл такой то, что маршрут перестроен. Парнишка у меня проработал, ну, там познакомились с товарищем, с одним. Как бы он говорит, все, говорит, все, мне все устраивало. Подвинься. Все меня устраивало, говорит, но я, грубо говоря, в марте я получил зарплату почти сотку. А за апрель я даже семидесяти не получил, хотя у меня в марте были выходные. Вот. В марте у меня были выходные, а получается, апрель я проработал вообще, говорит, без выходных. Смысл такой. Вас там в любом случае найдут, как наебать. В чем это заключается? Например, первое. Если вы приезжаете, например, на загрузку, отправляете цифру 1. Должны отправить, вам выдают сим-карту рабочую, вы через нее должны, через эту сим-карту, отправить цифру 1, то, что вы прибыли на загрузку. Потом, когда вы загрузили, вы получили документы, вы отправляете цифру 2, то, что погрузка окончена. Приезжаете на место выгрузки, отправляете цифру 3. И по окончании выгрузки, заборе документов, вы отправляете цифру 4. Но смысл в том, бывало такое у меня, то, что я, например, приехал на загрузку, все загрузился, хотелось бы побыстрее смыться с этого города, чтобы выехать за него, встать, спокойно отдыхать уже до 9-10 вечера выехать. То есть, я забывал отправлять цифру 2. Как бы все там в пределах разумного, там у них есть определенный типа регламент, там в районе 6 часов должны загрузить или выгрузить, что-то такое, или это вообще суммируется, точно не могу вам сказать. Короче, смысл такой. Если ты забываешь, например, отправить цифру 2, то тебе звонит логист, или ты звонишь колл-центр, вернее не логист, а с колл-центра тебе звонят, или ты звонишь колл-центр, говоришь, так и так, типа, проставьте по такому-то заданию цифруку, все, они тебя проставляют. В итоге ты приезжаешь на выгрузку, тебе говорят, вот вы извините, у нас выгрузки сегодня не будет, будет, например, вы приехали туда, к примеру, в 4 часа дня, да, вы извините, говорит, выгрузки сегодня не будет, будет только завтра, например, часов там, пускай в 9 вечера. Естественно, ты уже отбился, то, что тут тройку поставил, и у тебя уже, получается, там больше 6 часов ты стоишь, то есть с 10 вечера до 6 утра в этом никто не считает, то, что ты стоишь, ты, типа, отдыхаешь, вот. А вот все остальное время у тебя высчитывать тоже не будут, то есть тебе за него не заплатят, потому как ты не поставил отметку о том, то, что ты загрузился сам, не через сообщение. И чтобы потом это все восстановить, звонить надо, как там ее, Алла Марковна, там она уволилась, вроде бы как, там еще какая-то сейчас пизда пришла. Короче, тебе надо звонить, там им заебывать мозги, заебывать мозги себе, все это выкраивать, вытравливать, чтобы выжать вот этот кусок, вот этих кусок небольших денег, блядь, там пускай даже те же 500 рублей, но все-таки, согласитесь, это мелочь, но приятно, как бы, тоже пиво попить, тех же сигаретку пить, или заехать там в кафе супчика покушать. Вот. Смысл такой, то, что я еще находился месяц в рейсе, блядь, вот тот же март, я приехал домой, у меня всего 4 выходных, что такое 4 дня выходных, когда ты месяц в рейсе, блядь, ты ниже, ну не видишь, это если для холостяка, да, он там ехал, где-то, блядь, какой-то там тормознул, все там и отжарил, поехал дальше. Ну, а ты, когда я вот, например, я женатый человек, я нахожусь месяц в рейсе, у меня растет маленький ребенок, мне необходимо уделять время и ему, и жене, и как бы себе, банально так же сходить, подстричься и т.д. и т.п. Что можно успеть, в принципе, сделать за 4 дня? Да нихуя! Ты приезжаешь, первый день ты, естественно, после рейса, ты все, машину сдал, пока доехал домой, у тебя уже, как бы, ну, еще нечто, это закрывает, как бы, рабочий день. Потом у тебя, ты приезжаешь, у тебя все, 4 дня выходных пошло. Например, берем суббота, воскресенье, понедельник, вторник, ты отдыхаешь, в среду тебе надо выходить, как бы, пятый день уже рабочий пошел. Вот ты, например, в пятницу вечером приезжаешь, опять же, смотря во сколько ты зашел, машину, поставишь ее, ты ее сдаешь, приезжаешь домой, все, там, пускай даже в 8 вечера, как я, вот, например, просто живя в Москве, да, все, живу в Москве, мне попроще. В субботу я там что-то там по дому сделал, да, там пошел, там, пускай в парикмахерскую сходил, там, помылся еще раз, да, там, по-нормальному, потому что, как бы, в средстве приезжаешь, хочется отдохнуть, пошел там, пускай даже с ребенком прогулялся, вечером тебе, естественно, хочется расслабиться, как ни крути, я думаю, водители меня понимают, тебе хочется расслабиться. Ты там накерялся, утром тебе херойенька, ты там похмелился, это уже второй день пошел. Тебе надо провести еще время с ребенком, блядь, ну, ты тоже хочешь и отдохнуть, как бы, и с семьей провести, как говорится, и конфетку съесть, и нахуй съесть, но только у тебя либо на то, либо на то получается. Ты и с женой, как бы, толком не побыл, не пообщался, там, вечером, пускай даже посидел, там, пока пиво пьешь, еще полбеды. С ребенком, опять же, сам, если надо чем-то жертвовать, либо ты отдыхаешь, либо ты отдыхаешь с ребенком, то есть, как бы, тут либо так, либо так. В итоге, один день у тебя последний остается, ты там пытаешься как-то жене уделить время и ребенку, и в итоге, ты собираешься, тебе еще надо собраться в рейс, приготовить там что-то себе, там, ну, жена пускай даже там приготовит, сходить в магазины, купить себе что-то в машину, те же салфетки, там, там, мыло какое-то, там, например, там, гель для душа, что-то такое себе взять. Ну, то есть, все, собраться, да, в дорогу. Вот. И все, ты в понедельник, грубо говоря, во вторник, в среду ты выезжаешь на работу, и опять ты уезжаешь на месяц. То есть, 4 дня, это не выходные, после того, как ты месяц прокатался. Даже бы, если это было, можно было бы работать, если бы не заработная плата. Я после месяца поезда, грубо говоря, я домой ни хера не привез, реально. За месяц 70 тысяч, с учетом того, то, что я, грубо говоря, десятку минимум сразу откидываю, 10, это минимум, 15 тысяч я откидываю на себя, чисто в рейс. Во-первых, сигареты купить, в душ сходить, там, ну, пускай даже там еще что-то по мелочи, в машину себе взял какую-то вонючку, когда-то там заедешь в кафе, там, супчик и того же жиранешь, потому что бывает, останавливаешься, неохота готовить, когда-то там пивка попьешь, пожрать же опять себе купишь. Вот она, вот, чисто на меня, грубо говоря, в месяц уходит 10-15 тысяч. В принципе, это нормальные деньги, и если бы зарплата, например, была, те же 80-90, ту же пятнашку откинул, в 70-м домой, грубо говоря, привез, там, да, свободно, все, то есть никаких проблем, жена довольна, то, что тебе месяца нет, вроде тебе ноги, блядь, ну, ты из домой хотя бы что-то привез. А это, блядь, месяц прокатавшись, грубо говоря, и домой привезти полтинник, и то этот полтинник, он, в принципе, не виден, потому что, ну, говно, блядь, на самом деле, ребят. Товарищ, что у меня, он месяц прохуярил, просто без выходных получил почти сотку. Он двигался по Московской области, по Москве. На следующий месяц он... А, в марте, получается, у него были выходные, а апрель, он вообще чисто весь апрель проездил без выходных. В итоге у него даже 70 тысяч, что-то сказал, он мне вышел. Он говорит, я просто охуел. В итоге, чтобы взять ему, например, неделю выходных, если он ее берет, машина уходит другому человеку, блядь. Ну, как так можно давать свою... Ты машину закрепил за человеком, он ее настроил под себя, он ее, блядь, все вычистил, всю ее вылизал, блядь, там, если человек порядочный, водитель адекватный, да, он там, блядь, все под себя подстроил, рацию там, магнитолу поставил там свою, там, все на свете, блядь. Ну, какой-то хмырь придет, сядет, либо растащит ее нахрен, либо, блядь, он ее просто, я не знаю, превратит в говно, блядь. Вот. И, собственно говоря, вот такая вот система там... Наебать вас всегда смогут наебать. Горят слухи такие, хоть то, что если ты, например, там, блядь, подотчетные бабки там взял, там, туда-сюда, ты, если тебе, короче, что-то из тебя вычли, то тебе их уже хуй вернут. Машины, блядь, вроде бы компания большая, делать не хотят, блядь. Машины, блядь, эти КамАЗа берут, они сцепятся с самого нового. Как бы, вешать толком на водителя ничего не вешают, но они и ремонтировать их толком не хотят. То есть у меня, например, автономка наебнулась, блядь, мне вот машина уже не на гарантии, ее можно делать где хочешь, блядь, как хочешь, то есть без проблем. Звоню, говорю, у меня автономка наебнулась, блядь. Отправьте мне деньги, я заеду ее где-нибудь сделаю, блядь. Вот здесь негде делать, туда-сюда, отправлять нихуя не будем, это там не рентабельно, это не комфортабельно. Короче, заебись, говорит, машина не глуши, блядь. Я говорю, а перерасходы, говорю, кто на меня повесит, мне машина будет сутками тарабанить, блядь. Ну вот там позвонил колл-центр, предупреди, типа это все вычитается. Ну, может быть, да, оно так и есть, как бы, блядь, но все равно спать с ревущим мотором, блядь, это не сон вообще. Как бы с меня вроде как бы перерасхода не было, ничего не вычли. Но я бы лично вам, вот кто собирается туда идти, забудьте вы, блядь, то, что вы будете находиться дома. Забудьте. У них типа вахта, нихуя у них там вахты нету. По бумажкам ты работаешь 5-2. 5-2 с 8 там что-то до 5 или что-то такое, блядь. По факту ты хуяришь, а хуяришь, а хуяришь. Диспетчера, вот лично у меня, если ты меня будешь когда-нибудь увидишь, Вика, блядь, с Нижнего Новгорода, это тварь ебаная. Ей, сука, ебало кислотой облить, а то мало будет. И старшая у них там Ольга, блядь, такая же тварь конченая. Ольга или Лена, блядь, гнида вообще. Вот диспетчера хуеплеты. Большинство их это такие мрази сидят, сука, за компьютером, блядь. Я человеку объяснял, что я еду по горам, с Сочей ехал, блядь. Я объясняю, я еду по горам ремонта, блядь. И что, вы не могли доехать за 3 часа, блядь, там вам ехать 350 километров, блядь. Ебнутые люди, блядь. Ты выезжаешь, нахуй, сука, с этого Новороссийска, и чтобы тебе до Сочей доехать, ты тратишь весь день, блядь. Ты потому что там то ремонт, блядь, я поехал, попал в самое очко. Сейчас уже сезон открылся-то, блядь. А я тогда попал в самое очко. Каждые, блядь, 10 километров, грубо говоря, ну, в некоторых участках каждые 10 километров, блядь, у тебя, ты стоишь, блядь, ожидаешь, пока оттуда колонна пройдет, потом туда что-то пройдет. Короче, ты стоишь на ремонту, светофоры, блядь. То машина, я, блядь, сказал то, что у меня греется машина. Я поехал в Челябинск, блядь, я по этим горам еще, как бы, блядь, мороз был, там плюс 5, минус 2, вот так вот, минус 5, грубо говоря. Я, блядь, сказал, у меня греется машина, блядь. Я поехал в этот сраный Сочи, блядь, пиздец, у меня малейший чуть подъемчик, у меня температура за 110 уже заваливается, за 115 туда нахуй, блядь, чуть ли на красную не ложится, пиздец, машина не едет, останавливаешься, отстаиваешься, блядь. Вот, даже вот по отстою опять же взять, у нас было 2 машины, мы выехали с Сочей, все, отбились, блядь, ему сразу пришло сообщение, сколько ему денег пришло до следующей загрузки. Блядь, ну, он приехал на загрузку, ему пришло, все, мне нихуя опять же не пришло. Я начал названивать, вот у вас тогда там перерасчет, ебать, у него там вышло 2800, блядь, у меня вышло 500, ебать, или 900, что-то такое. Мы, блядь, в Астрахани также стояли 2 дня, суббота-воскресенье, я туда приехал в пятницу вечером, суббота-воскресенье мы там стояли. Мужик приехал, наверное, часа на 3 пораньше меня, блядь, выехал он чуть позже меня, на пару часов, может быть, на час. А, нет, брешу, мы с ним вместе выехали. Блядь, у меня вышло 900 рублей тоже, что-то такое, или 1700, а у него, блядь, 3600. Ну и как это, блядь, считается, ёптай, я просто вот этого не понимаю. На 2 часа там разница, блядь, а в итоге вот такая залупа получилась. Вот. Переводили мне подотчетные деньги, там, блядь, 14 тысяч, в итоге начальник, сука, муфлон, я, по-моему, ебальник, еще бы сейчас, наверное, разбил бы, блядь. Там меня смотрят, наверное, если вы мне смотрите, блядь, передавайте ему привет, блядь. Проебал где-то мои чеки, в итоге, типа, вот то, что ты мне дал, блядь, звоню в бухгалтерию, так и так, говорю, вот мне там ваш начальник передал вот это, вот это, вот это, блядь, я говорю, да, я понимаю, говорю, а вот эти, вот эти, вот эти? Нет, он мне ничего не передавал, я, блядь, в итоге при увольнении к нему подхожу, говорю, так и так, говорю, а вот о чеке, блядь, почему мне не все отдали? Вот все, что ты мне отдал, я передал. В итоге, блядь, что-то там около 5-6 тысяч, блядь, проебалось где-то в воздухе, нахрен. думаю блять заебись блять во первых как бы их потратил блять еще с меня сдернули в итоге мне никто ничего не начислил никто ничего не есть не вообще не вернул блять расчетник вообще был мизерный короче я был в ахуе ребят если вы собираетесь идти работать в эту компанию блять я я бы вам честно я бы не советовал вы дома просто не будете жить и так же вы будете мотаться блять по россии это просто московская т.п. ну более как работает на в основном на область на московскую да а те кто ходит по регионам блять на мужики но они блять получают на 50 60 тысяч блять 50 60 тысяч у тебя там окладная часть идет оклад там его повысили то там говорят если оклад брать не будешь тебя его вычтут наху ты уху получ короче там какая-то такая херня у них такая арифметика блять но по бумажкам у них все шито крыто ты не доебешься не так не докопаешься единственное что блять я не знаю вот они заставляют работать конечно это дело каждого но заставляют работать не по тахографу блять понимаете в чем дело с 10 до 6 полностью вся ответственность лежит на тебе потому как ты у них по внутренним распорядкам ты должен отдыхать тебе это естественно придут трудоустройство никто не говорит это охуительные какие подводные камни если ты например в 9 часов вечера тебя ебнули виноват будешь естественно не ты а тот кто тебя ебнул но если в 9 часов если например в 11 часов вечера тебя уже кто-то ебнул виноват все равно будешь и ты и он блять ты будешь виноват потому как ты поехал после 9 после 10 вечера его уже с этого ну с тебя сдернут из него еще сдернут бабки которые блять получат они по страховке чтобы сделать твою машину грубо говоря поэтому вся ответственность лежит на тебе с 10 до 6 утра и мне тогда логин диспетчер горит так и так вот вы не почему вы не едете вы постоянно опаздываете игры пошла кота на подруга дорогая моя я блять еду вас дождь до 10 вечера в 9 часов блять ближе к десяти заезжай на стоянку в 9 10 и ложусь отдыхать грида и мне глубоко похуй что он ты мне там говоришь у меня я просто уже я понимаю чем больше проеду тем больше получу но смотрите в чем дело блять платить за ихнюю херню не пуни хоть мне не захочет никто если бы я получал там действительно какие-то нормальные деньги блять да я понимаю я там мог отдать там еще что-то такое там блять если бы получал в этом 90 там пускай в месяц до 100 там лет 80 хотя бы но когда ты блять получаешь те же 60 блять 55 65 тысяч но ты блять еще будешь каждому менту отдавать за этот ёбаный тахограф блять то что у тебя там ты не по времени едешь там еще что-то такое но блять ну по моему это чересчур жирно будет блять ты домой вообще-то на нихуя не привезешь и я тогда с ней начал ругаться и говорю блять понимаешь штраф грубо говоря среднем две с половиной тысячи блять за то что я еду не по регламенту рейс у меня стоит семь с половиной тысяч гриви что я блять с этого рейса поимею блять пять тысяч за два дня я говорю спасибо тебе грех уительно минус то что я пожру блять за два дня это рубль как минимум блять и четыре тысячи я заработаю нахуй ты не упала блять я поеду говорю по регламенту я говорю доеду мне максимум игре 10 часов за рулем говорю все я останавливаюсь нахуй ложусь спать блять и все вот вы будете штрафованы я говорю штрафу и греблять трудовая инспекция тебе говорю блять будешь дать нас я говорю все все разговоры у я с тобой пишу все говорю записываю поэтому говорю поступай как знаешь я поступлю как я знаю вот и в итоге блять она начала выебываться уебываться то я послал и просто нахуй и все поэтому ребят я бы вам крайне у меня к вам даже мой совет блять самый худший вариант это самый худший вариант идти в это и тэка блять вы там нихуя толком не заработаете проебете прокатаете свою жизнь прокатаете свое время блять не увидите вы не дома не семьи нихуя не отдыха как говорится спокойного не сна блять вот так в принципе больше ничего не хочу об этом сказать некоторые зрения руководство нормальная относится в принципе нормально там если в тот же нижний приезжаешь там что-то тебе надо там омывайку хуяйку без проблем лампочки хуям пачки все бери все блять тебе дают вот но вот это вот график работают этот ебанутый то что те месяцами дома не бывает и тебе выходных как таково не дают при этом ты еще и толком нихуя не зарабатываешь я блять свои вены как говорится хавал как сейчас модно это поэтому друзья коллеги товарищи там без разницы соратники не ходите вы пожалуйста в эту контору вас наебут удержат блять вот у пацаненка блять списали 500 литров солярки пережога 500 блять он говорит ебать я говорит просто в шоке кто не было не было вот он пристроился там есть нет один знакомый пристроился и в итоге с него содрали блять 500 литров солярки и хуй ему он человек доказал то что этого не было там или еще чего-то такое просто за пережег в ебали блять на 500 литров солярки 500 литров солярки извините это очень дохуя блять ну вот и поэтому как бы вот такая вот система происходит поэтому я бы вам просто категорически не советовал бы идти в эту компанию только при самом худшем варианте найдите вы лучше работу где-нибудь участника либо блять сядьте на какую-то тонар на вахту либо там на трал блять лучше так мотайтесь где-то по россии чем так есть у меня одно место в принципе оставлю еще раз продублирую свою ссылку на вконтакте инстаграме выложу вот в принципе я могу посоветовать вам место где можно в принципе поработать в принципе там действительно нормально вот ребята работают там конечно тоже есть свои заебы блять но если все эти заебы как говорится отодвинуть немножко в сторону и выполнять их то в принципе вы будете получать нормальные бабки причем там вахты блять работа идет вот поэтому если вдруг кого-то за интересует пожалуйста можете написать мне либо в инстаграме либо вконтакте я отвечу на все ваши запросы на все ваши вернее вопросы вот я не скрываю то что мне это нельзя писать нельзя добавлять все кто добавляется да ко мне я именно в друзья не добавляют так как смысла нет а чисто сообщение да я принимаю отвечаю как бы я не зазнавшийся хуй плетом какой-то еще чуть такой там ухуевший парень поэтому ребята всем кто меня смотрит спасибо большое все кто работает сейчас в таки ребят я вам передаю привет огромный крепитесь блять не давайте им спуска не давайте спуска держите их вообще в узде блять конкретным сука в кулаке блять вот все кто меня там еще узнал с моего парка ребята вам привет удачки вам на дороге ну и так вообще всем желаю удачи вообще на дороге зарабатывайте работайте отдыхайте самое главное ребята это вода поэтому всем доброго пути и пока пока